Доброго времени суток, меня зовут Владимир Хорос, я руководитель группы зарубежной авторсюжетной литературы из Даррис Тексина. Сегодня я хотел бы предложить вам несколько книг, которые относятся к разряду Мастрит во время карантина. Они довольно известны уже, это скорее тем, кто их еще не читал и, наверное, обязательно их будет прочитать, не драть их время. Значит, первая книга, даже серия книг, это книги, относящиеся к жанру японского детектива из серии Хонкаку детектив. В ней представлены классические произведения японского детектива в этом жанре. Жанре, в котором на первое место выступает чистая логическая схема, классическая головоломка, в которой загадка имеет основное место. Это эти книги для любителей интеллектуальных головоломок, классических детективов. И, конечно, основные авторы в этом жанре это Содзе Симада и Юки Таэчуджи. Читайте эти книги, которые написаны в лучших традициях британского детектива, но полны японской спецификой и материалом. Дальше хочу предложить вам пока еще две книги, возможно их будет больше. Американская писательница Каролайн Кепнесс, на основе которых снят очень известный, уже практически культовый сериал «Ты». Снимала ее компания Netflix. Это прекрасный образчик того, что книги могут быть совершенно не хуже сериала. Тем более, что сценаристом в этом сериале выступал сама автор, то есть Каролайн Кепнесс. Это блестяще написанный психологический триллер, написанный от лица преступника, от лица маньяка, который, если разобраться, маньяком на самом деле совсем и не является. Просто вот так, вот таким хитрым, странным образом человек ищет свою настоящую, истинную и неповторимую любовь. Приводит это, правда, к самым разным последствиям. Ну, нельзя не упомянуть книгу классика остросюжетного жанра Томаса Харриса, который не писал ничего 13 лет, и вдруг разразился романом, который был совершенно не похож на его предыдущие, на роман его о Ганнибале Лекторе. Это роман Карри Мора. Роман вызвал массу споров среди критиков и читателей по всему миру. Многие не приняли этот роман, потому что, конечно, ожидали от Харриса продолжения банкета о Ганнибале Лекторе и супер успешном и прекрасном агенте ФБР. Ну, похоже, что Томас Харрис расчаровался в своих прежних идеалах и считает, что мир можно спасти не посредством суперагентов, а посредством обычных людей, даже женщин, которые очень крепко держатся за жизнь и знают, как в этой жизни выживать. Вот об этом вот роман. Конечно, надо упомянуть о явлении в мировом триллере. Это роман датского писателя Сорена Свейструпа, который известен был до этого момента, прежде всего тем, что стал создателем знаменитого сериала «Убийство». Эту франшизу перекупила Америка, засняла свой крайне успешный сериал. Соответственно, талант Свейструпа был оценен по достоинству. Сам Юнис Бео выбрал его сценаристом для фильма по своему роману «Сняковик». Это говорит о том, что, в общем, перед нами действительно большая величина. Это его роман «Каштановый человечек», который, с одной стороны, является квинтэссенцией скандинавского детектива и очень близок к романам Юнис Бео, с другой стороны, Свейструп обладает безусловной индивидуальностью. И это, в общем, признают все. Роман стал успешным, очень успешным, не только в Скандинавии, Европе, но и во всем мире. Продолжая скандинавскую тему и заканчивая мой обзор, хочу рассказать немножко о романе шведской писательницы Мариэт Линстон под названием «Секта с Туманного острова». У этого романа и у этой писательницы очень интересная история. В 18 лет Мариэт подпала под влияние секты саентологов. Настолько сильно, что уехала в Америку, провела там последующие 20 лет и дослужилась до самых верхов саентологической иерархии. Но нашла в себе силы оставить секту, вернуться на родину и написать, ну, конечно, она писала не о саентологах, но имела их в виду, а о сектах фактически всю правду. Никто так глубоко не знает тему, наверное, как Мариэт Линстон, которая изложила все это в увлекательной форме романа, психологического триллера. Затем прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова